Мы по роду стоим, и расстаться не можем на месте. Зоя Ивановна и Олег Николаевич познакомились в 49-м в Череповецком общежитии. Но могли и раньше. Деревни супругов были неподалеку, но встретились только в Череповце. Сюда молодые Зоя и Олег отправились работать на стройку. Со временем поженились. Сейчас у них двое детей, пять внуков и шесть правнуков. Говорят, чтобы прожить вместе 60 лет, нужно уважение друг к другу. Любить, уважать друг друга, поддерживать друг друга, ни в чем, ни в чем, ни в случае, какие-то неприятности в жизни, всегда переживать вместе. Секретом идеальной семьи бриллиантовая пара делилась с молодежью. У Татьяны и Павла теперь тоже одна дорога на двоих. Когда-то, по счастливой случайности, они вместе оказались на студенческом сборе. Познакомился я с сестрой своей одногруппницы. То есть, вот, эта сестра есть моя жена. Спустя пять лет ухаживания логическую точку в романе поставила Татьяна и сделала Павлу предложение. Жизнь для тебя! Я так счастливе был! Сегодня и Горбуновым, и Обрядинам вручали цветы. И еще грамоты от мэра Череповца Олега Кувшинникова. Сегодня мы посмотрели рождение двух семей старшего поколения, которые прожили вместе 60 лет. Давайте вместе все пообладим! У Павла и Татьяны сегодня начало новой семейной жизни. И кто знает, может быть, через 60 лет они также будут сидеть на этих креслах и принимать поздравления с юбилеем свадьбы. Все собравшиеся здесь пары уверены, настоящую любовь можно пронести через всю жизнь. И с течением времени она не потускнеет, останется той же, яркой, искренней, настоящей.